Дорогие друзья, канал НГИМО-360 активно работает в Государственной Думе, главном законодательном органе страны. Рады представить вашему вниманию нашу новую рубрику «Слагаемые успеха». Поехали! Сегодня студент НГИМО в гостях у Натальи Поклонской и прямо сейчас мы узнаем «Слагаемые успеха» символа Крымской весны и депутата Государственной Думы Натальи Владимировны. Наталья Владимировна, вы стали, пожалуй, одним из главных символов Крымской весны. Что все-таки сложнее? Выстоять в то сложное время? Или же когда на вас было уже сфокусировано огромное внимание масс-медиа? Ну, самое сложное, это, конечно, оставаться человеком, который должен всегда помнить, что на него пристальное внимание и помогать другим людям. Это не самое сложное, это то, что нужно сохранять, собственно, и не растворяться в каких-то мыслях, что ты стал одним из символов, и вот все. Нет, не все, это только начало. Нужно к себе больше требований предъявлять теперь. Вы сменили кабинет прокурора на кресло в Государственной Думе, и вашу позицию по различным вопросам многие могли бы считать просто бескомпромиссной. Удается ли отстаивать свою позицию, выходя к трибуне высшего законодательного органа нашей страны? Ну, почему бескомпромиссной? Нет, невозможно в этом мире, да и в политике, в целом, быть бескомпромиссным человеком. Это политика, это дипломатия. Нужно находить компромиссные решения, нужно их вырабатывать. Нельзя быть упертым и непроходимую стену бить, разбиваясь в кровь и понимая, что ты ничего не сделаешь. Нужно применять какие-то компромиссы. Должность прокурора предполагала тоже где-то какие-то компромиссы, потому что разные были дела, разные были обстоятельства. И для достижения какой-то правильной цели это справедливость, восстановление прав человека, потерпевших, соблюдение прав задержанных, обвиняемых. Все права человека должны защищаться. Там тоже не бывает бескомпромиссных решений. Бескомпромиссные мы будем, наверное, уже, когда вокруг не будет окружающей среды, окружающего мира, современного мира, людей. И, наверное, к жизни компромиссы есть. И я стремлюсь тоже к выработке таких решений, которые будут позволять мне достигать мою цель. Но даже с учетом компромиссов. Есть определенные принципы, которые я не нарушаю. Ну, вот, к примеру, пенсионная реформа. Я тоже старалась найти компромисс. Я смотрела и с этой, и с этой стороны. И думала, и понимала, и как-то расставила все риски перед собой на чашу весов. Но, тем не менее, я приняла решение то, которое приняла в данном случае. Есть и другие законы, которые тоже, к примеру, у меня не особо по душе. Но я проголосовала «за». Потому что там я посчитала, что необходимо, необходимо так, такой компромисс применить. Вы являетесь заместителем председателя комитета Государственной думы по международным делам. Как вы считаете, от какой страны исходит все-таки, наверное, самая такая большая угроза и для России, конечно же. И какой вы видите нашу страну в ближайшем будущем? Самая опасная угроза исходит не от других стран, а от нас самих. Вот если мы будем становиться сильнее, крепче, будем ценить и дорожить нашей историей, нашей культурой, нашими традициями, нашими ценностями, послушайте, правами человека в нашей стране, национальными интересами, экологией, природой уникальной. Вообще нашей страной, то, наверное, все остальные опасности, которые исходят извне, они будут отбиваться, и нам как-то будет легче с ними бороться. Но когда внутри появляется какая-то проблема непонимания, проблема обесценивания, проблема отсутствия желания беречь, гордиться и хранить то, что мы должны хранить, вот эта проблема, ее нужно решать, вот это большая проблема. И теперь вот специальный вопрос от наших студентов, от студентов МГИМО. Что вы считаете главным в искусстве дипломатии, и на что необходимо, наверное, обратить внимание уже сейчас тем, кто хочет связать свою жизнь с представительством России, нашей страны на международной арене? Достойно представлять нашу страну, это значит не поддаваться эмоциям, провокациям, всегда сохранять лицо и всегда помнить, что когда смотрят на вас, они видят Россию. А Россия у нас уникальная страна, красивая, справедливая. И какими мы будем, каким будет содержание России, а содержание это люди. Так мы и будем выглядеть на международной арене. Наталья Владимировна, если бы у вас была возможность, наверное, перенестись в прошлое, с каким бы историческим деятелем вы бы хотели пообщаться? Наверное, о чем был бы этот диалог? Ну, знаете, я бы со всеми по чуть-чуть пообщалась, потому что... И даже с негодяями и лицедеями, и такими вот очень плохими людьми, которые сыграли плохую роль в истории и вообще развития нашего человечества. Вот мне бы хотелось с ними тоже пообщаться. А почему с ними тоже? Потому что мне бы хотелось узнать, а что? А почему? Вот почему так? И почему у них все это получилось? И в чем была проблема общества, которые поверили вот в те идеи, в те принципы, в те ценности, за которыми... которые преподносили эти люди, и за ними пошли миллионы, миллионы. Тот же Гитлер, да? Да. Ну, мне интересно, почему, как так? Я бы хотела посмотреть. Могли бы вы назвать три слагаемых успеха? Именно вот от вас, Наталья Владимировна, какие вы видите, вот как вы считаете, какие есть параметры, может быть, успеха, ваши собственные, выработанные вами за долгие годы работы? Ну, наверное, решительность, смелость и искренность. Есть такое выражение, делай, что должен, и будь, что будет. Я, когда делаю порой очень такие ответственные и опасные, принимаю решения, я не знаю, что будет дальше, но я их принимаю, потому что я... это я. Я это делаю искренне. Спасибо вам большое, Наталья Владимировна. Хочу пожелать всем вам больших успехов, потому что успех понадобится. Спасибо, Наталья Владимировна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова